Всем привет! Меня зовут Кулагин Сцпан. Я являюсь тренером, соответственно, фитнес-центра Gold Fitness Хэмптон. И сегодня я расскажу вам вкратце о том, как похудеть к лету. Тема такая, конечно, довольно заезженная, но как-то вкратце за пару минут постараюсь основные моменты вам адресовать. Соответственно, так или иначе, похудение начинается с вашего питания. Соответственно, для того, чтобы вам снижать вес, необходимо, чтобы ваши затраты калорий, затраты энергии происходили в то количество энергии, сколько вы съедаете, соответственно. То есть, другими словами, вам необходимо так или иначе создать дефицит по калорийности питания. В конечном итоге все будет опираться на цифры. Для начала вам необходимо подсчитать то количество калорий, которое, соответственно, вы будете съедать в течение суток и, соответственно, снижать свой собственный вес, вес собственного тела. Для этого воспользуемся простейшей формулой и свой собственный вес умножим на 25. Таким образом, мы приблизительно получим то количество калорий, которые мы будем съедать, чтобы вес либо оставался на том же уровне, либо потихоньку снижался. То есть, допустим, для меня, если я вешаю примерно 80 килограмм, это будет порядка 2000 килокалорий. Если я буду кушать каждый день по 2000 килокалорий, то у меня вес будет потихоньку уходить. Но здесь это такой момент индивидуальный, то есть уровень физической активности у всех тоже разный в течение дня, поэтому кто-то на этой калорийности будет либо оставаться в том же весе, возможно, даже немножко набирать вес, либо вот как я, будет худеть. Соответственно, получаете данную калорийность и пытаетесь кушать, соответственно, в рамках этой калорийности. Как это делается? Вы скрупулезно взвешиваете каждый свой прием пищи, записываете все, что вы едите, считаете калорийность питания и стараетесь выбираться в заданную цифру, то есть в моем случае в 2000 килокалорий. Если ваш вес не меняется в течение недели, то, соответственно, вы вычитаете от этой калорийности примерно 10% и продолжаете питаться еще неделю уже на пониженной калорийности. По многу вычитать от калорийности не нужно, потому что если вес будет уходить слишком быстро, то организм будет адаптироваться к этому моменту и, скорее всего, ничему хорошему это не приведет. Кроме калорийности, вам также необходимо следить за тем, что конкретно вы едите, а именно по белкам, жирам и углеводам. Ну, в самом простейшем случае для обычного человека достаточно где-то примерно от 1 до 1,5 г белка на килограмм веса, то есть для меня это порядка 100-120 г белка в день. Соответственно, жиров порядка 1 г на килограмм веса, то есть для меня порядка 80 г жиров в день. И вся остальная калорийность уходит под углеводы, соответственно. Таким образом, для меня калорийность будет порядка, там, 150 г белка условно, грамм 80 жира и порядка 200 г углеводов. Таким образом, вы можете подсчитать, соответственно, вот этот вот БЖУ-макрос, что называется, под себя. Вот. И стараться кушать в соответствии с этими цифрами. Все очень просто. Если вес в течение недели не уходит, вы вычитаете 10%, вы продолжаете в том же духе. Для того, чтобы все это работало, вам довольно продолжительное время необходимо следить за питанием и, соответственно, так или иначе, добавлять активную нагрузку, которая будет вам приносить удовольствие. То есть это не обязательно должны быть какие-то утомительные тренировки в тренажерном заве, там, до седьмого плоту. Это может быть все, что угодно. Это могут быть и групповые тренировки, это могут быть какие-то танцы, которые там делают вас счастливым. Это может быть бассейн. То есть самое главное, чтобы вам это доставляло удовольствие, и только тогда вы сможете какое-то продолжительное время этим заниматься. Соответственно, добавляя физические нагрузки, вы также будете увеличивать этот самый дефицит по энергии, то есть затрачивать еще больше энергии, и, соответственно, будете быстрее терять собственный вес. Следует отметить преимущество в этом плане именно силовых тренировок, так как за счет именно силовых тренировок вы будете стимулировать свое собственное тело для сохранения мышечной массы на этом самом дефиците калорий. Но, тем не менее, на этом я бы не стал заморачиваться. Делайте то, что вам нравится. Напоследок хотел бы отметить, что необходимо ставить перед собой именно адекватные цели. То есть, если тема нашего ролика похудения к лету, то лета осталось, условно, полтора месяца. За месяц, ну, в более-менее спокойном режиме можно худеть на, там, не знаю, 5-6-7 килограмм, в зависимости от, соответственно, излишков ваших. Вот. И, соответственно, то есть, в неделю где-то на килограмм, полтора, ну, максимум два. Это более-менее адекватная и хорошая цифра. Спешить вам некуда. Вот. И, соответственно, не стоит себя загонять в какую-то такую глубокую яму по той же самой калорийности. То есть, не спешите, выбирайте адекватные цели. Тогда вы сможете долго, соответственно, и успешно превратить себя в отличную форму. И, соответственно, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До встречи в Gold Fitness! Редактор субтитров А.Семкин